Добрый день всем, кто следит за развитием ситуации, связанной вокруг моего подзащитного Быкова Анатолия Петровича. Наверное, многие, кто следит, обратили внимание на вчерашний ажиотаж в средствах массовой информации относительно его возможной отправки на территорию Карелии. В этой связи хотел бы также сказать несколько слов, дать небольшой комментарий. Во-первых, по состоянию на сегодняшний день, на дообеденное время, пятница, 12 апреля, Быков Анатолий Петрович находится в следственном изоляторе номер один города Красноярска. По-прежнему ни он, ни я, ни сотрудники отдела специального учета не располагают информации, или, по крайней мере, не сообщают нам информацию о том, куда будет этапирован мой подзащитный для дальнейшего отбывания наказания. Но то, что он будет этапирован, никаких сомнений ни у кого не вызывает, и в СИЗО это тоже воспринимают как давность. Относительно Республики Карелия, что хотел бы сказать. Уголовно-исполнительным кодексом предусмотрено несколько оснований для отправки осужденного к месту отбывания наказания за пределы того региона, в котором он имеет постоянное место жительства и постоянное место регистрации. Ни под один из этих критериев мой подзащитный не попадает. Законно ли в данном случае будет отправка Быкова за пределы региона к отбытию наказания? Конечно же нет. Больше того, она не может быть законна, поскольку на территории как Красноярского края, так и города Красноярска имеются исправительные колонии строгого режима, которые определены моему подзащитному, вступившему в законную силу приговорами суда. Сам Анатолий Петрович о отправке в Карелию ничего не знает. Узнал он об этом от нас, своих защитников, сегодня. Его позиция по этому поводу очень проста. Он готов ехать в любое справительное учреждение, соответствующее ему силу закона, где будет продолжать обжаловать неправосудные приговоры, основанные на неправосудных и несправедливых обвинениях. А мы, разумеется, его адвокаты, будем ему в этом помогать. Применительно к ситуации, связанной с отправкой за пределы региона. Своё личное мнение скажу по этому поводу. Если мой подзащитный будет отправлен за пределы Красноярского края, на мой взгляд, это только лишь еще раз подчеркнет, что дело моего подзащитного имеет большую политическую составляющую, нежели правовую составляющую, как это пытаются представить правоохранительные органы и прокуратура. Я полагаю, что отправив его за пределы региона, органы государственной власти Российской Федерации еще раз только подчеркнут, что до сих пор Быков продолжает оставаться человеком, имеющим определенное политическое влияние на политические процессы на территории Красноярского края. И его пребывание на территории края даже в местах изоляции от общества является крайне нежелательным. Таково моё мнение по данному вопросу.